Звонит в телефон, скажи, что я освобожусь через 10 минут. Хорошо? Эльса, сюда. Я ставлю сумку. Да, конечно. Проходи. Привет, детка. Привет. Мама дома? Да, пойдём. Анита. Опять не можешь? Нет, могу, но мне нужно сначала поговорить с мамой. Только недолго. Это займёт 5 минут. Хорошо? Договорились? Ладно. Я сейчас приду. КОНЕЦ 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 Правда, гораздо лучше. Вот видишь, я заплачу. Сколько? Нет, не надо, не надо. Наша жизнь как гумеранг. Правда, нужно помогать друг другу. Что отдашь, то и получишь. Спасибо, большое спасибо. Надо сказать, я рада, что моя дочь пытается тебе помочь. Ведь твоя девочка страдает от того, что у нее нет отца. Ведь так? Очень. Это тяжело. Порой мы не ценим, когда в доме лад и покой. Ладно, все, мне пора идти. Будь здорова и береги себя, ладно? Еще раз спасибо, счастливо. До встречи, дорогая. Спасибо. Уже совсем не больно. Пока. Пока. Альберто, успокойся. Ничего страшного не случилось. Ну, как ты понимаешь, ведь мы с тобой... Я не сержусь. Нет, Альберто. Ничего особенного. Но ведь мне никто ничего не сказал. Неужели в моем доме есть враги? Почему они от меня скрыли? Странно. А если София вообще не звонила? Женщины любят усложнять мужчинам жизнь. Нет. София не такая. София не такая, дорогая София. Это правда. Я люблю Софию. Ты меня понимаешь. Ты мой друг, разве нет? Конечно, Альберто. Я тебя понимаю. Я твой друг. Она мне дороже всего на свете. Понимаешь? Мы должны прекратить нашу с тобой связь. Нам нужно остановиться. Ладно. Хорошо. Не беспокойся из-за пустяков. Но ведь согласись, нам нравилось вместе. Да, да. Ну вот, тебе будет не хватать моих поцелуев и лаз. Ну, хватит, хватит. Я люблю ее. С этой женщиной я хотел бы прожить всю жизнь. Понимаешь? Мне не нужны приключения. Я не хочу. Договорились? Прекрасно. Это мне нравится. Копим или нет? Нужно посоветоваться. Это подходит. Но нужно выяснить, какой процессор, память. Компьютер это не игрушка. Да ладно. Вам помочь? Да, дочери нужен компьютер. Помогите нам выбрать. С удовольствием. Пойдем со мной. Я не разбираюсь в компьютерах. Юноша все покажет. Не уходи. Я буду через минуту. Иди. Сюда. Слушай его. Какой ужас. Эта боль никогда не утихнет. Алло. Как ты могла меня выставить? Здесь живет моя дочь. Ты не права. Иди к черту. Энесс. Энесс. Чего ты уставился? Невероятно. Я выбрала. Правда? Что случилось? Нет, ничего. Кому звонил? Это не важно. Ругались с мамой? Дети не должны вмешиваться. Я не ребенок. Я понимаю больше, чем ты думаешь. Спасибо, Сесилия. Знаешь, я... Я переживал расставание с Лаурой. С ней было хорошо. А со мной? Тоже. Спасибо, что ты сказал. Хорошо. Очень хорошо. Слушай, приглашаю тебя сыграть в боулинг. Справишься? Это вызов? Да, я чемпион по боулингу. Сбиваю все кегли. Я хорошо играю. Ладно, посмотрим. Идем сегодня? Нет. Сегодня я не могу. У меня важные дела. Ну что ж. НИКО! Да? Она здесь. Ну что? Я хотела задать один вопрос. София говорит, если не спросишь, то не узнаешь. Пойдем. Спрашивай. У тебя есть невеста? Инесс, со мной нельзя так обращаться. Послушай, Ипполита, прекрати. Думаешь, ты лучше обращаешься со мной и с Анитой? Как ты можешь сравнивать? Я никогда вас не обижал. Разве нет? Интересно. А как называется твое отношение? Ты никогда не была такой. Мне надоело. Я больше не могу. Ипполита, послушай. От наших отношений ничего не осталось. Неужели ты сам этого не видишь? Что ты говоришь? Я говорю, что это конец. Вот. Мне нужно подумать. Сейчас я не хочу тебя видеть. О чем тебе думать? Не усложняй все. Прошу тебя. Хватит, Ипполита. Понимаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну же. А теперь попробуй угадать. Что это? Крестик. Да, верно. А теперь... Это... Ну-ка. Это кольцо. Это очень просто. Не открывай глаза. Еще. А это? Ты чувствуешь то же, что и я? Привет. Здравствуй. Не клади ключи на стол. Они царапают полировку. Ладно, Эльса. Как прошел день? Отвратительно. Привет, деда. Привет, милый. Как ты? Хорошо? Как ты встречаешь мужа? А поцеловать? Вот так. Это лучше. Ты выглядишь ужасно. Дела идут, неважно. Хочешь чаю? Нет, лучше виски. Еще пять часов. В виде исключения. Я не каждый день пью виски. Может, примешь душ? Потом. Сначала виски. Я похожа на мужчину. Что за глупости ты говоришь? Да нет, правда, я серьезно. Ну, ладно, пускай. Мне не нравятся всякие женские штучки, косметика, духи. Это все пошло и банально. Ты понимаешь? Мне кажется, тебе будет очень трудно найти настоящего друга. Ну, это всегда непросто. Да, ты права. С парнями одни хлопоты. Они помешанные. Постоянно хотят, чтобы ты заботилась о них, как мама. Я хотела поговорить о Даниэле. Ну, для меня он многое значил, но для него это была просто игра. Не думаю. Просто ему нужна помощь. Ты с ним говорила? Вообще-то нет. Все и так ясно. Разве нет? Не хочу вмешиваться, но он в последнее время такой грустный. Много работы. Не только это. Прости, вы с ним сговорились? Это он тебя прислал? Нет, просто он мой приятель. А ты всем приятелям помогаешь? Как поживает самая красивая девушка на свете? Хорошо. Че, слушай, не знаешь, ты не знаешь, что зовут София? Нет, Пол. Нет, ничего. Еще раз, Патита, Эльса. Не закончится, что вы получили патки, чтобы появляться на петчугу. Не понимаешь, мой? Привет. Привет, София. Привет, София. Привет, София. Пердон, что я уже вышел поздно, мами. Какой ты? Какой ты, мина? Хорошо. И, Ману, ты вкусняшка? Не пробовали ничего? Что ты не пробовал? Не пробовал? Нет, ты не смотришь, мать. Я помогаю. Я помогаю. Ты знаешь, кто я сегодня нашел? Когда мы пошли к школе с Ману, с сюрпризом. Кого? Да, это женщина, у которой были проблемы с машиной. Вот совпадение. Это мама Аниты. Помнишь? Ученица, София. Да, да. Девочка приходила к Мануэлю на день рождения. Дама очень милая. Такая приятная. Да, приятная. Не понимаю, как она управляется с дочерью одна. Отец их бросил. Слава Богу, наш папа здесь любит нас, балует. Да, спасибо. Что такое? Ты заболел? Почему ты не ешь? Мультики посмотришь? А спокойной ночи. Иди сюда. Поцелуй меня, прошу. Хватит, мама. Ладно, не сердись. Почему ты расстроен? Зачем дедушка сказал, что папа прохвост? Все сюда. Ко мне семейство Мусо-папа. Мама. Моника. Моника. Что случилось? Все сюда. Общий сбор. Сюда, сюда. Но что такое? Быстрее. Я хочу видеть всех до одного. Зачем? Нет Моники. Она ушла. Ушла? Да. Ладно, начну с вас. Слушайте. Звонила София. Открывай глаза. Звонила София. София, вы понимаете? Да, да. Кто-то с ней говорил. Вопрос. Кто? Альберто. Не обвиняй, если не уверен. Точно. Это Моника. Кто же еще? Привет. Привет и пока. Нет, нет, нет. Никаких пока. Не сейчас. Сначала ответь. Что такое? Ты никуда не пойдешь. Что здесь тряслось? Ты не отвечала на звонки? Вообще-то, я не твоя секретарша. Звонила София. Ты отвечала? Нет. Нет? Я пошла. Дорогой. Ленор? Не верю. Я просила не называть Диего прохвостом при ребенке. Ну ладно, я не прав. Прости меня. Не прав? Невероятно, папа. Не прав. К счастью, скоро я буду жить с Орландо за городом. Кстати, будь с Орландо поаккуратнее. А не то упустишь хорошего партнера. Он чувствует, что ты собираешься оставить его с носом. Ты всегда потворствовал в Мусапапе. А Орландо считает его дураком. Это бизнес, София. Все очень непросто. Я не обязан давать тебе объяснения. Ты всегда путаешь бизнес и семейную жизнь. Ты сам приводишь в дом, кого попало. Я должен спрашивать разрешение? Нет, этого не нужно. Нет. Но я не хочу, чтобы мой друг просил меня о помощи, потому что мой отец натворил дел. Что я сделал? Я не виноват, что Орландо некомпетентен. Хватит спорить. Что на тебя нашло? Ты никогда не признаешь своих ошибок. София, я извинился. Что еще? Ничего. Ничего. А ты всегда молчишь. Всегда. Сама терпимость. Сама терпимость. Бабушка! Да, милый? Можно мороженого? Почему ты не спишь? Мне не уснуть. А где мама? Она спит. Но можно мороженого? Да, я открою. Муса-папа, я рада вас видеть. Муса-папа, я рада вас видеть. Знаешь, что делать? Посмотрим. Вот. Воткни сюда. Это для принтера. Хотя я не уверена. Папа мог бы сделать, но... Что? Ничего нет. Они-то некоторые вещи... Трудно объяснить, но... Понимаешь, мы с папой... Оссорились, да? Нам было трудно вдвоем. Но ты... Другое дело. Если я мало видела отца, когда вам было хорошо, то теперь и подавно не увижу. Нет-нет, ты должна понять. Вашим отношением с отцом ничто не угрожает. Они те же. Как я могу тебе верить? Что ты хочешь сказать? Ничего. Я ничего особенного не имела в виду. Забудь. Генерал Перрон подарил этот мяч? Да, моему брату. Муса-папа. Вечно у него невероятные истории. Совсем как в кино. Да, и ходить никуда не надо. Мужу мы ничего не скажем. Нет, мужу нет. Смотри, мама, это мяч Перрона. Я принес. Тебе пора спать, Мануэль. Мануэль. Слушай маму, Мануэль. Иди, дорогой, я тебя почитаю. Пока. До встречи. Счастливо. Эльса такая милая. Это был повод появиться в доме моих родителей, пока я не переехала? Да. Слушай, мне правда никто не передавал твое сообщение. Не важно. Забудь. Нет, это важно. Я много работаю над собой. Я хочу измениться. Я хочу, чтобы ты знала, ты мне очень дорога. Ты больше не увидишь меня, Сестер. Это не повторится. Я не шучу. Правда? Правда. Оставим это, Мусапапа. Ты знаешь, где выход? Но я действительно не получал сообщения, София. На звонок ответила Ленор. Еще поговорили о Рамине. Странно. А она все отрицает. Очевидно. Она забыла. Тем лучше. Странно. Обычно у нее хорошая память. Не беспокойся. Проводить или сам уйдешь? Не связывайся с этим идиотом. Прошу тебя. Я сделаю тебя самой счастливой женщиной. Адьос. Мусапапа. Адьос. Ленор! Лео! Добрый день, Альбер, что случилось? Слушай, Ленор, я задал простой вопрос. Смотри мне в глаза. Я всех спрашивал. Мне ничего не ответили. Что я должен думать? Что? Что? Хватит, Альберто. Мы давно знаем друг друга. Да? Мы много работали вместе. Вместе спасли фабрику. Как ты можешь меня обвинять? Обидно? Ладно, Ленор, хватит. Просто ты знаешь, как это для меня важно. Я хочу быть счастливым. Она ждала меня, а я? Ужасно. Я все понимаю. Ты прав. Извини. Я... Я просто забыла. Забыла тебе передать. Сама не понимаю, как это вышло. У меня было столько дел. Я целый день работаю. И дома, и на фабрике. Мне даже присесть некогда. Ну, ладно, ладно, ну, успокойся, успокойся. Да, я забыла тебе передать, что она звонила. Я не знаю, что теперь делать. Но, прости, я виновата. Я не хотела. Я это сделала не специально. Просто так вышла. Ну, ладно, я же сказал. Хватит. Хватит об этом. Нет, не хватит. Она поймет. Конечно, я и говорю. А ты на меня сердишься. Почему ты сердишься? Да нет, я не сердюсь. Нет, я... Я огорчен. Но я не сердюсь, понимаешь? Все уже в прошлом. Теперь все хорошо. Сейчас я выпью кофе, съем печенье и окончательно успокоюсь. Пойдем. Вот. Здесь тебе нравится? Да. Что ж? Здесь нас никто не услышит. Действительно, никто. Вот что. Ты удивляешься, что я пришла. Но мне нужно сказать тебе. Мне следовало раньше прийти. Но... Ты знаешь, Сесилия сказала мне такое, чему я удивилась. Кто? Сесилия? Да, твоя напарница. Я сначала... Не решалась. Но думаю, что нужно все тебе объяснить. Я слушаю, говори. Наверное, я плохо поступила с тобой. Ты этого не заслуживаешь. Лаура, не льди, мне все понятно. Вот мне нравилось быть с тобой, да. Я любил тебя, и нам было хорошо вдвоем, правда? Что еще можно сказать? Вот, пожалуй, и все. Нет, послушай, прости меня. Я должна сказать, что люблю Висанте. И я вела себя во многом по-детски. Я хотела привлечь его внимание. Прости меня. Пока. Ты все слышал? Да, слышал. Висант, это не из тех, кто узнает о жизни и стеле новостей. Ты пытаешься сам во всем разобраться. Это хорошо. Кстати, я уже рассказал тебе о Ленорке? Да. Представляешь, позвонила София, а мне ничего не передали. Я и понятия не имел. Слушай, ты когда-нибудь уймешься? Я должен тебя выслушивать, а ты не можешь уделить мне внимания. Ладно, говори. Я все сказал. Не притворяйся. Давай, расскажи мне обо всем безутайке, обо всем. Девочка сказала, я люблю Висанте, а ты тут как тут. Привет, я Висанте. Она тут же обрадовалась. О, Висанте. Видишь, ты только смеешься. Нет, я не смеюсь, я просто хочу знать. Она тебе нравится? Да или нет? Я сказал нет. Нет? Нет. Ладно, тебе решать. Нужен будет парикмахер. Или просто друг. Приходи ко мне на фабрику. Стой! Ты прав. Ты мне веришь или нет? Я же твой друг. Ты невыносим. Она мне нравится. Я сам не знаю, что делать. Я ее боюсь. Не хочу лишних переживаний. Послушай меня, Висанте. Да. Я не бросаю слов на ветер. Если она тебе нравится... Да. Иди к ней. Сесилия. Зачем ты это сделала? Что именно? Сама знаешь. Лаура. Я хотела помочь. Вот. Значит, это Лаура. Да. И Лаура, и ты, и Висанте, такие славные люди, что хочется вам помочь. Не отчаивайся. Такие дела нельзя пускать на самотек. Что? Хорошо сказано. Думаю. Давай работать. Не смейся. Прекрати. Разве можно иметь дело с таким сорванцом? На женщину не похоже. Иногда мне хочется свернуть тебе шею. Вот как. Вот пепельница. Она маленькая. Слушай, я все время держу это в голове. Но пока не могу подобрать для тебя подходящую квартиру. Ты точно хочешь жить одна? Хочешь расстаться с мужем? Мне нужно время, чтобы разобраться. Я поживу одна. Альберто тоже должен привыкнуть. Вот увидишь, он обязательно ко мне придет. Тите, жизнь не мыльная опера. Почему ты надо мной смеешься? Ты наивная, если думаешь, что Альберто все бросит ради тебя. Ты меня не знаешь. Если я что-нибудь захочу, так и будет. Я похожа на Лупиту Феррер из сериала «Кристалл». Помнишь? Когда Альберто придет, раскаившись, когда поймет, что может потерять меня навсегда, я его прощу. У нас будет чудная семья, и я рожу прелестного младенца. Ладно. У тебя все? Да. Когда послушаю, что скажу тебе я. Ты должна это знать тети. Говори. Альберто, твой бесценный Альберто любит одну женщину на свете. И это не ты, дорогая. Осторожнее, милочка. Я ношу его ребенка. Я говорю тебе чистую правду. Слушай, эта женщина, София Кампус, твоя подруга. Ты лжешь. Ты мне завидуешь. Нет, не лбуй, не завидую. Это правда. Она тоже без ума от него. Кроме того, они с ее отцом партнеры. У Софии есть жених. Она его не любит. Ясно? Нет, не может быть. Альберто говорил мне другое. Он сказал, женщина. Как он сказал. Украсившая мою жизнь или угробившая мою жизнь. Предатель! Сwar! Сужен 1822 Суна Гонзалес. Спросите, можно ли отменить прием? Завтра я приду позже. А сеньор Бримбер? Что с ним? Бринберд. Да. София! Где София? Не знаю. Это ПЦН? Не лезь. Это знакомая. Назначьте приём. Я сказала, не лезь. Я всё знаю. Что ты знаешь? Не притворяйся. Что ты знаешь? У Альберта и Софии свои делишки. Слушай, я покончу с собой, чёрт возьми. Тити, прошу, подожди. Забирайтесь, идёт дождь, а здесь уютно, хорошо. Давай, Полито, промокнем. Да, Орландо, сейчас. Ничего бы не забыть. Осторожнее, ногу чуть в сторону. Да, вот так, сейчас. Здесь неплохо. Неплохо, но ты всё-таки немного подвись. Вот так. Это настоящая кают-компания. А почему бы и нет, очень мило. Как знать. А разве нет? Тише вы. Минуточку внимания. А что это за шерсть? Это оставила моя лохматая собака. Слушайте, может поговорим о деле? Конечно, поговорим о деле. Поэтому я хочу, чтобы вам было удобно. Знаете, почему вы здесь? Чтобы сократить накладные расходы. Как на фабрике. Я уже говорил с Альбертом. Теперь расскажи нам. Зачем? Лишнее время тратить. Нет, он должен поговорить с нами, потому что мы отвечаем за продукцию. Не так ли? Я готов отвечать за всё. Ладно, ладно, хватит. Нам надо как следует разобраться. Слушайте, давайте приступим. Я работал над смертой расходов на ближайшее время и должен сказать вам. Не обращайте внимания. Думаете, это просто составить смету на три месяца, чтобы ничего не упустить? Понимаю. Да, собачья работа. А если мы будем придираться друг к другу, то не сдвинемся с места. Хватит. А что? Причём здесь я? Чуть что, сразу я. Ипполита, скажи ему, чтобы он помолчал. Давайте говорить по очереди. Конечно. Давно пора. Я согласен. Хватит, тише. Надоело. Успокойтесь. От вас в ушах звенит. Соломон. Да? Что? Окажи мне услугу. У тебя есть конверт? Где-то был? Любой конверт. Положи туда бумаги, отдай мне. Пора заканчивать. Я вас слушал, теперь слушайте меня. Орландо, жди меня дома. Да, так лучше. Пора расходиться, а то передерёмся. Давай, давай, иди. Налей мне ещё воды, мусапапа. Нет, так не годится. Это дверь, он хлопнул дверь, но шо он делает? Ну, иди. Налей мне ещё немного, пожалуйста. Пожалуйста, налей. Вот так, хорошо, хватит. Я выполнил всё, о чём ты меня просил. А ты не ссорься с моим зятем. Я не хочу лишних проблем. Ну и зятя ты себе выбрал. Я его не выбирал. Ты не мог бы немного подвинуться. Я его не выбирал. Так что постарайся наладить с ним отношения. Это важно для нашего дела. Он имеет полное право принимать решения. Соломон, ты меня слышишь? Да, к сожалению, конверта нет. Вы знаете, я завернул всё это в бумажку. Можете дополнительно положить потом в пакет. Вот смотрите, вот, давайте сюда. Давай сюда и закончим. Она ничего не сказала, но они сердятся друг на друга. Они-то иногда родители делают то, что нам не нравится. Но это надо принять. На самом деле они хотят сделать как лучше. Они не любят друг друга. А если разрыв поможет им понять, как они дороги друг другу? Они что-то от меня скрывают, и я не понимаю, в чём дело. Я хотела бы видеть папу чаще. Он теперь редко приходит. Аника, я с ним поговорю. Как с ним увидеться? Я дам его телефон. Ты можешь ему позвонить? Нет. Лучше дай ему номер моего телефона. Ведь у тебя есть мой номер? Буду ждать. София, у меня важное дело. Убью её. Точно убью. Орландо. Мой враг. Это он. Действуй, Тити. Орландо. Орландо, надо поговорить. Что случилось, Тити? Что такое? Успокойся, Тити, успокойся. Осторожнее. Ох, голова. Пустите. Да не трогайте её, всё хорошо, Тити. Спокойно. Мы тебе поможем. Не надо. Ну, мне одному не справиться. Подождите же, не так. Давайте все вместе, разом. Ну, вот сейчас, сейчас, взялись. Итак, тяните на счёт три. Раз, два, три. Давай, вот, вот так. Хорошо. Ребёнок. Поднимайте её и сразу же в машину. Осторожненько, вот сюда, сюда. Осторожно. Осторожно. Да поможет тебе Бог, Орландо. Так, осторожно. Ещё немного. Вот так. Теперь, теперь всё хорошо. Сейчас. Вот. Вот, есть. Всё уже позади. Ничего. Большое спасибо вам. Спасибо. Она взбесилась, готова была тебя убить. А что на неё нашло? Кто-то ей нашептал, что у тебя роман с мусапапой. С этим типом? София, поверь мне, я верю. В прошлый раз ты сама сказала, я была не в себе. Теперь всё. Запомни, между нами ничего нет и не может быть. Ну, как ей объяснить, что ничего не было? Она сейчас начнёт всем болтать. Ой, за что мне это? Не знаю. Да, Орландо. Что такое? Угадай, кто сейчас со мной? Сити. Тити? Слушай, Орландо, пожалуйста. Не верь тому, что она говорит. Она придумывает. Я знаю, Тити. Можешь не напоминать. Но такого со мной ещё не было. У Тити много проблем. У неё богатая фантазия. Она выдумщица. Сейчас не тот случай. Приезжай сюда как можно скорее. Я в больнице. Как в больнице? Тити. Почему ты сразу не сказал? София, дай мне объяснить. Что случилось? Я собирался сесть в машину, а она хотела ко мне подбежать и упала прямо под колёса. Слушай, дорогая, это не телефонный разговор. Приезжай в больницу. Я еду прямо сейчас. Скажи мне. Приезжай быстрее. Да, еду. Я же сказала. Такси, такси. Я должна добраться как можно быстрее. Позвони мне домой, а я побежала. Торландо. Это я. Пойдёмте. Она хочет вас видеть. Нет. Нет. Вы не родственник? Нет, я не родственник. На самом деле, я её едва знаю. Это подруга моей невесты. И больше ничего. Пожалуйста, пойдёмте. Она не хочет меня видеть. Мы даже не друзья. Орландо. Тити. Подойди. Спасибо тебе. Что ты, не за что, не за что. Большое спасибо. Ты такой добрый. Тише, тише. Успокойся. Дай мне телефон. Зачем? Мне нужно позвонить. Прошу. Хорошо. Только не плачь, Тити. Прошу тебя, не плачь. Успокойся. Тебе нельзя волноваться. Тити, прошу тебя. Что вы здесь делаете? Вам сюда нельзя. Меня позвал доктор. Здесь нельзя находиться. У неё мой телефон. Потом. Потом заберёте. Хорошо. Вы что, меня не поняли? Уходите. Ладно, забудем. Сегодня ничего плохого произойти уже не может. Я отвечу. Я хотел тебе кое-что сказать. Да? Альберто, это я. Я в больнице. Пожалуйста, приходи. Мне кажется, я потеряла ребёнка, которого носила. Я горютина. Задите, DNара! Олдовь, д 64 криб Phone pole. Мне кажется. Задите, д expression. Субтитры создавал DimaTorzok